Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на своей кухне красоты! Так я её решила назвать. Кухня красоты. Потому что здесь я крашу, здесь я крашу своих подруг. Одну подругу. И себя крашу, ну и мама бывает, приходит и я её тоже крашу. Но чем не кухня красоты, да? Так что будет у нас новая рубрика кухня красоты. Что я решила сегодня сделать? Я решила покрасить наконец-таки свои волосы. В общем, вот что у меня после тоники. Конечно, ещё, может быть, можно было бы посмывать. Но уже было смывок, не знаю, 7, наверное, за это время. Если я не ошибаюсь. Но это я так просто прикинула, плюс-минус. И, конечно, вымывается... Ну вот здесь вот один раз было осветлено. Здесь более-менее смывается, да? А вот здесь у меня были, конечно, они высветлены очень хорошо. И здесь прямо он въелся как следует. Очень пористый, видимо, волос. Он въелся как следует и не хочет никак смываться. Но нам-то надо меняться. И, как говорится, держаться нету больше сил. Я хочу серый цвет. И благодаря моим подписчикам, которые постоянно мне что-то советуют в комментариях, к одному из своих подписчиков я прислушалась. И девушка, она сказала, что она стилист и очень много экспериментирует со своими волосами. Она посоветовала мне взять Estelle, обычную голубую, 116-й номер. Это перламутровый, по-моему, у нас перламутровый пепельный. В общем, пепельный этот цвет. И на тройке просто покрасить один к одному все волосы. Она сказала, что должен уйти этот фиолетовый, должен осветлить как бы его, да? И вот, ну, должен быть серый, который я хочу. И почему-то у меня возникло к ней доверие. И я решила попробовать, почему нет. Вообще, на самом деле, ну, почему еще доверие? Во-первых, тройка, она не сильная, там, ужасная прям для волос, да? Estelle ее красилась, и волосы мои она не портила особо. Неплохая красочка мне понравилась. Но плюс я тоже купила и осветлитель себе, чтобы осветлиться. Я купила и шварцкоповский серый мус. Но он действительно осветленный, только я попробовала на кончик сделать этот мус. В цвете Монстон. Вы знаете, видели, наверное, все это видео популярное. И оно у меня никак не взялось вообще. То есть, никакого оттенка не появилось. Потому они должны быть сильно обесцвечены для того, чтобы был красивый цвет. Ну, насколько я это поняла. Поэтому мы отложим шварцкоп и мы попробуем Estelle покрасить. Итак, ну что, я развожу все это один к одному и начинаю красить волосы. Отдела маечку, которую мне не жалко. Перчаточки. Руками буду все наносить. В общем, проступим. Субтитры сделал DimaTorzok А то краски просто жуткий аромат. Я открыла уже форточки в этом, чтобы был сквозняк. Но я знаю, что есть это вот в Estelle. Но во многих других красках такое невозможно дышать. И вот я намазала всю голову, смотрите. У меня уже ушел пепельный почти. Ой, этот фиолетовый. Прямо он сходил достаточно видно. Ну, на мой взгляд. У меня осталось еще где-то больше половины краски. Я сейчас ее размажу. Ну, на мой взгляд. Да. Ну, на мой взгляд. Вот так и в общем. Ну все, намазали. Ждем. Сколько там написано? Минутки? В общем, 30-40 минут буду ждать. Ну и пока мы ждем, как говорится, в крутых передачах, спонсором нашего показа является фирма Рише. На самом деле, вот такая вот у меня появилась косметика для волос по ходу за волосом. Это шампунь от Рише с маслом Эмлы, и это масло само, в том числе Эмла и многие другие здесь масла еще входят. Что я могу об этом сказать? Мы уже это испробовали на моей подружке, потому что параллельно мы ее осветляем из черного в белую крестинку, если вы помните. И мы уже испробовали все. Шампунь на самом деле очень экономичный, он очень концентрированный, и его хватает совершенно немножко для того, чтобы вспенить всю голову. И было с чем сравнить, потому что мы использовали один шампунь, потом вот второй шампунь. Внутри он черный, что прикольно. Я вообще любительница всего такого необычного. Черный шампунь там или еще что-то. Масло для волос тоже очень концентрированное, его можно использовать для ежедневного применения. Здесь такой состав идет специальный. Несколько масел. Масло Эмлы, кокосовое масло, масло авокадо, масло органа, амарантовое масло и парфюмированная композиция. Пахнет очень вкусно. Также его можно наносить на час или на ночь до мытья головы и потом смывать. И я вам скажу, что я нанесла Кристинке масло, сделала всего две капельки, вот два нажатия так, раз и два. Все, у нее вся голова просто уже была в масле. То есть это будет очень надолго. Я вообще рада, что у меня это все появилось, потому что когда я использовала просто оливковое масло, у меня, честно говоря, уходило, ну, вот треть банки на мои волосы. Вот так как-то оно не впитывалось. А это очень впитывается, и я не знаю, не знаю, как-то вот оно... В общем, его нужно действительно совсем немного. Он говорит, вот такая вот косметика. И уход за волосами у меня будет вот после этого. Вот чем! Спасибо большое, Риши. Также вот такое мыло ко мне еще прислали. Оно тоже черное. И очень вкусно пахнет. Пахнет, кстати, оно... Помните, мне девочка присылала ручной работы. Она делала скраб. И вот я вам скажу, что запах точно такой же. Но мыло ручной работы. Я не удивлюсь. Оно пахнет точно так же. И вот этими всеми маслами. Вот это вот... Прямо аромат шикарный просто. Ну и оно очень стильно. Черное. Я его решила подкомунтный подарок. Так как я мылом не особо пользуюсь. Хотя... Может быть, оставлю себе. Ну просто Новый год, нужно делать подарки и... Ах... Ну вот это я точно оставлю себе. И буду пользоваться. Иначе волосы мои будут здоровы. Ну и, конечно, я знаю, что вы будете спрашивать, где-где-где купить. Это шампунь, это масло. И вообще посмотреть косметику Риши. И ссылки, естественно, оставлю внизу под видео в описании. Проходите. Посмотрите, что там есть интересное. Ну вот, мои хорошие, что у нас получился. Прекрасный просто цвет. Весь ровненький. Всё сравнял. И даже мои вот корни, эмилирование очень хорошо смотрятся. Мне очень нравится. Фиолетовый весь ушёл. Получился такой благородный, пепельный блондин. Очень вообще, очень-очень красивый на самом деле. Это не тот, может быть, серый, который я хотела. Но я избавилась сейчас от фиолетового, да. Но то, что о таком цвете мечтают многие-многие женщины, я вообще не сомневаюсь. И я, в принципе, рада сейчас вернуться и походить такой. Я даже не буду сейчас красить шварцкоповским тоником. Может быть, попозже притонирую им. Просто я не уверена, что тот тоник, он возьмётся вообще на вот такое полотно. Ну, да, не сильно обесцвеченные волосы. Сзади покажу. Сразу могу сказать, девчонки, что, конечно, тоником я убила... Тоника. Я убила свои волосы. Да, они реально сухие. Стали конкретно. Мне кажется, что даже после обесцвечивания, хотя мне обесцвечивали волосы, да, и вот началось уже не очень. Вы же помните, какие у меня блестящие-блестящие волосы в видео были. Так что сейчас у нас будет конкретный интенсив по уходу и восстановлению за волосами. И, конечно же, в этом мне, ещё раз повторюсь, поможет шампунь и вот... Ой, шампунь уже в применении в ванне. И масло для волос от фирмы Решет. Буду его наносить перед мытьём на час или на ночь. Буду наносить по всей длине, уделяя особое внимание кончикам волос, потому что, да, стали вот немножечко тусклее волосы. Я это заметила. Ну и, соответственно, и будем, если тонироваться, я буду, конечно же, мне и этот цвет надоест быстро, так как, видите, я такая вся меняюсь постоянно. И, естественно, я буду тонироваться на уже хорошими какими-то такими средствами, которые вот, ну, реально вот прям будут только улучшать волосы. Например, как шварцкопф мусс, он для улучшения даже волос. А масло, естественно, маски какие-то хорошие, да, и хорошие бальзамы. В общем, кучу-кучу средств буду наносить, буду восстанавливать. Можно даже ампулу какую-нибудь ещё купить для восстановления волос. Вот. Ну, вроде блеск ещё есть, да, но не тот уже, который был. И хотела же, естественно, сказать большое спасибо. Это подписчица под именем у меня, по-моему, Грей Квинн, не помню точно. У меня вот на этом телефоне, который я снимаю, записано, а память у меня девичья, поэтому извиняюсь. Большое спасибо за совет, потому что я уже было хотела осветляться ещё раз. Оказалось, что на 3% оксигене мы можем вот так вот убрать весь фиолетовый и вот так красиво сравнять волосы и сразу же получить вот такой прекрасный, красивый цвет. Я не зря довелась своей интуиции и послушала её, потому что советов было очень много у меня. А она именно так расположилась, что я прям решила, что я сделаю так, как она говорит. Спасибо тебе большое. Мы ещё осветляем мою тёмную крестинку, и тоже одна девочка мне подсказала всё это, и мы тоже посмотрим. Итак, кухня моей красоты открывается. Будем теперь, в общем, боять, будем красивыми на моей кухне. И я уже сегодня поеду и хочу задекорировать, в общем, вот этот вот угол, чтобы он был красивым, чтобы вам тоже было приятно смотреть. А то у меня пока тут дверь, половина ёлки и перевёрнутые обои на заднем фоне. Советы в конце видео у меня всегда. Ну, так как мы находимся на кухне, да, что я делала параллельно, я думаю, надо сказать своим подписчикам. Вот чайник. Смотрите, чайник. Может быть, кто-то этого не знал, да? Чайник у меня абсолютно без налёта, потому что только что, как раз-таки во время того, как я красила волосы, так посоветовала мне моя мама. Я закипятила чайник для того, чтобы убрать налёт, который собирается, хотя я использую воду не из-под крана сюда, а из фильтра, значит, у нас не очень хорошая вода. Просто в чайник мы его поставили, налили половину чайника воды, закипятили, и после того, как закипел, сразу бросаем, ну, выключаем, отставляем, бросаем ложку лимонной кислоты. Вот он постоял у меня где-то полчаса, 40 минут, потом я его вот так вот, в общем, болтала-болтала немножечко. В общем, постоял он где-то, да, 40 минут, ну, час можно, да? И потом я просто его помыла. Просто всё отошло, без особых усилий, просто рукой. Оно прям даже, увидите, как отходит. Поэтому, если у кого-то есть накипь на чайнике, попробуйте этот способ, он реально действует. Всего одна чайная ложка лимонной кислоты на кипящую воду. Ну, а я с вами прощаюсь, и я надеюсь, вам мой цвет понравился. Я уверена, что вам мой цвет нравится. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто хочет увидеть мои преображения, изменения. Я также внизу оставлю, почему я ещё говорю, что тоник убил, именно, наверное, так, как наношу его я. А то сейчас мне скажут, тоник, я пользуюсь. Да, его можно растворять там в огромной воды. Я этого не делала, я взяла просто тоник, нанесла тупо его на волосы. Мне нравился вначале цвет, потом он начал не очень хорошо смываться, как-то вот непонятно как. И, в общем, вот так вот. Конечно, так я не рекомендую, и тоником я больше никогда не буду краситься. Потому что, реально, он мои волосы очень сильно подсушил. Сейчас я восстановлюсь, ну и... Ну, в общем, вот так вот. Красота. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok